Ряд изменений ждет белорусов с 1 октября. Некоторые из них подорожают звонки разных операторов связи в среднем на 4%. С 10 числа продавцам понадобится касса. Штраф за отсутствие аппарата может составить для ИП до 100 базовых величин. Это 2900 рублей. Юрлиц до 200. Здесь сумма гораздо больше – 5800. Также различные рекламные объявления нужно будет согласовывать с министерствами. Белотелеком на месяц переносит дату повышения тарифов на услуги доступа в интернет. Причину оператор не пояснил, отметив лишь, что данное решение согласовано с регулятором. Подорожание будет в среднем на 4% во всех пакетах, кроме линиек «Ясно», «Семейный» и «Бизнес-кейс». Цены увеличатся с 1 ноября. В Могилевской области с 4 по 8 октября пройдет специальный комплекс на мероприятие «Арсенал». Сотрудники милиции напомнят о наказании за незаконное хранение оружия дома, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также о легальном приобретении и путях решения спорных вопросов. В Осиповичах задержан нетрезвый мотоциклист. Местный житель не реагировал на требования сотрудников ГАИ об остановке. Погоня длилась недолго, а свидетельствование показало наличие алкоголя в организме 0,6 промилле. На горе водителя составили 7 административных протоколов. 2 октября возьмет старт открытый чемпионат Бобруйска по мини-футболу. Игры будут проходить в спорткомплексе «Техас». В турнире заявлено рекордное количество команд – 26. Они разделены на две лиги – высшие 10, первые 26. Кличев, Осиповичи, Елизова. География участников. Расписание следующее. Все матчи назначены на выходные дни с 13 до 19.00.